Еще семь лет назад у Людмилы Барзыкиной был уютный дом возле Шахтерска и любимая работа в роддоме. Гром грянул, когда неподалеку от села упал малазийский самолет. На улице появились люди в камуфляже. Началась бомбежка. Женщина бросила все и уехала в Беларусь вместе с мужем, тремя сыновьями, их женами и детьми. Здесь сняли жилье. В течение трех месяцев получили вид на жительство. С вещами помог Красный Крест. Сегодня у семьи все хорошо. Людмила Юрьевна с супругом получают пенсию. Дети работают. Средний Дмитрий, как многодетный отец, при поддержке государства построил квартиру. Внучки учатся, делают успехи в футболе и плавании. Там как была разруха, так ничего не лагодилось, так разруха и осталась. И возвращаться некуда. А здесь условия на более, во-первых, мирное небо. Здесь хорошо работают и коммунальные, мне нравится, и чистота, и порядок. Стройки идут, все растет. Ну вот теперь мы дождались нашей радости. Мы получили гражданство, за что мы очень благодарны президенту нашему. Беларусь нас хорошо приняла. В общем, я вернулась на родину, и теперь я дома. Светлана Чмыхон по-настоящему счастливая девушка. У нее крепкая семья, дом полная чаша и собственный бизнес. Но так было не всегда. Пять лет назад, беременная вторым ребенком, она была вынуждена спешно покинуть свое жилище из-за военных действий на Донбассе. Обосновалось семейство Бобруйски на родине мужа. Супруги устроились на работу. Здесь родился младший сын. Плечо подставило государство. В этом году им вручили ключи от уютной трехкомнатной квартиры. И совсем скоро Светлану ждет новенький белорусский паспорт. Я понимаю, что страна, в которой мы оказались, она для нас сделала лучшие условия. То есть в Украине троих детей нам было бы крайне сложно поднять, не имея своего жилья, не имея хорошего дохода. То, что государство поддерживает социальные программы многодетных семей, то, что нам дали возможность построить свою личную трехкомнатную квартиру, ну я понимаю, что в Украине всего этого бы не было. Сейчас, на данный момент, это лучшее место, где я могу быть, где мои дети могут расти, обучаться, получать бесплатное образование, медицинские услуги бесплатные. То есть в принципе, ну вот честно, жаловаться не на что. Всего в Бобруйск переехали свыше 480 граждан Украины. У 59 иностранцев разрешение на временное проживание. Все мигранты имеют равные права с белорусами. После 9 августа большого разговора с президентом, значит, было поручено нам провести мониторинг тех граждан Украины, которые находятся на территории Республики Беларусь, прибыли к нам с Луганской и Донецкой области, таких у нас 130 человек, в том числе несовершеннолетних, и предложить им получить гражданство Республики Беларусь. Значит, из этих 130 граждан 100 приняли решение в получении гражданства Республики Беларусь. На неделе президент подписал очередной указ, согласно которому 448 граждан страны-соседки получили наши паспорта. Белорусами после большого разговора стали около 1200 украинцев. Здесь у них стабильный заработок, их дети учатся в школе, и главное, они умеют ценить мирную и спокойную жизнь. Татьяна Горбач, Павел Зуев, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.